И всем привет, ребят! С вами Страманька. Сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен уже шестой замечательной серии нашего бездоната от новобранца до легенды на страйкерочке. Сегодняшний видос уже записывается после вчерашнего второго стрима на этом аккаунте. Сегодня у нас есть определенные цели. Это поднять третьего воронто-офицера за данный видеоролик. У нас осталось 8000. Нужно будет немножечко даже, я думаю, запотеть, постараться. Не совсем просто это будет сделать, но я думаю, что у нас должно это получиться. Ну и, конечно же, вчерашний стрим был направлен на то, чтобы мы вместе с вами сумели поднакопить контейнеров. Ведь вчера у меня их было всего лишь 10-3 штуки, но уже сегодня их 12. Не забываем то, что каждые 10 лайков это ваши контейнеры. Сегодняшний видос еще только и только вышел. На данный момент у меня есть 12-ка. Это как минимум 120 ваших лайков. На момент записи видоса лайков где-то около сотки. Я понимаю, что их будет больше. Поэтому примерные суточки с момента выхода видоса мы будем именно эти цифры брать в расчет. Соответственно, я уже открываю 12-ку. И в зависимости от того, сколько у нас наберется лайков на видосе, я еще буду как бы, ну, должен открыть в следующих видосах контейнеров. Надеюсь, что я правильно изъяснился в этом плане. Поэтому мы открываем конты, смотрим заданки, забираем особые призы, которые у нас есть, и отправляемся в бой, дабы выполнить нашу сегодняшнюю цель. Ну, а я вам, как уже и сказал, не забывайте обязательно, друзья, ставить лайкозавры. Каждая 10 лайковичей, это открытие одного контейнера, поэтому открываем конты. По единичке даем, 10 тысяч кристаллов с первого падает, шикарно. 125 мин, не совсем годный дроп. 3 500 очка сверху, неплохо. Фиолетик, может сотик? Нет, краска остынь, приятель. Окей, остыл, как скажете. 3 500. 125 дд, дд, это очень хорошо. 3 500 еще сверху. 10 золотых ящичков. Это тоже неплохо, 125 миночек. Еще 5 галдбеков. 50 батареек. Краска Тунис. И это все, и это все. Плюсанули 20 тысяч кристаллов с 12 открытий. Плюс дропнули золотые ящики, которые в дальнейшем, возможно, мне пригодятся на этом аккаунте. У меня их уже стало целых 20. Ну и по вооружению, здесь у нас брутика. Я вчера тоже поставил на прокачку. Уже качается на пятый шаг. Усиление расходки у меня уже по 60%. Когда будет фуловый, это будет x2. То есть дефолтная ддшка и дряшка, которая была раньше без работы дронов у нас вместе с вами будет. Насчет МПК мы вместе с вами также решили этот вопрос. То, что... Вчера на стриме. То, что пока что я не буду прокачивать МПК, да. То есть как бы это можно делать. Но я думаю, что пока будет звание быстрее расти. И этого делать не стоит. Ближе к выходным у нас будут опять повышенные ивенты. Будет отличная возможность поднять еще хорошее количество кристаллов. Исключение только одно. Это то, что у меня может быть не будет премиум аккаунта. Но мы будем надеяться на то, что он мне дропнет с контейнеров. Так. И еще быстро заходим в магазин. Забираем сотики. Как всегда по старой схеме. Тысячу мне не дало. Но два раза по сотику мы взяли. Лишние они не будут. И здесь еще забираем с премочки приз. По режимам осада, командный бой и доставить флаги. То есть мы начинаем с осады. Потом моя любимая ТДМ. И потом уже нам надо три флага доставить. Эти три флага я думаю, что мы будем ставить непосредственно в замечательнейшем режиме. Который называется штурм. Но надо будет только запикаться за атаку. Немножко на это придется, наверное, потратить времени. А может и сразу пикнет и будет вообще все четко. Так что работаем. Стараемся. К слову, завтра возможен нерв нашего замечательного страйкера. Поэтому, может быть, это последние дни лучшего страйкера, который есть у нас в игре. Но я очень сильно надеюсь, что с ним ничего не сделают. Запикало нас, конечно, не в самую хорошую катку. Но мне надо заработать 400 кристаллов. И почему-то мне кажется, что я успею их заработать в этом бою. Если успею, будет круто. Но для этого надо сейчас за полторы минуты как можно больше очков дать. И заодно мы вместе с вами посмотрим, сумею ли я набить это нужное количество или нет. Так, противник хочет захватить точку. Конечно же, мы теперь ему уже этой возможности давать не будем. Если на прошлую точку я подъезжать не успевал, то на эту я уже успеваю. И мы ее под контролинг здесь сажаем. Прижимаем еще овердрайву. И, возможно, даже получится сделать 6-6. А после 6-6, если быстренько, конкретно быстренько ворваться, то, может быть, даже еще и получится выиграть эту катку. По идее, она должна быть до 7, да? До 7 точек. Наши тиммейты могут сейчас ее забрать. 130 очков. Я не знаю, если где-то у меня 200 очечий будет накинет мне 400 кри или нет. Но, по идее, по идее должно. По идее, должно накидывать. Лучше, наверное, даже сейчас сыграть ближе к респу, потому что уже 20 секунд до конца. Но посмотрим. Мне бы очень сильно хотелось, чтобы мне дало 400 кри за этот бой. Если это будет так, то это будет очень хороший, крутой результат. Так, на меня уничтожают 165. Что с... 165 при повышенных... Не, наверное, не дадут. Наверное, не дадут. Смотрим, сколько. Да, 300. Ну, как всегда, короче, я победитель. Победитель. Давайте пробуем сейчас соточку еще приподнять быстренько. Получится, не получится. Сейчас увидим. Ну, было бы неплохо, чтобы еще одну какую-то катку запикала такую. Что она будет уже начатая, а не нулевая. Потому что с нулевой придется много времени потратить. А, к слову, мы еще сейчас поднимем здесь контейнеров. Да. Мы поднимем здесь еще контейнеров. Сможем этот контейнер тоже сразу же открыть. Либо можем открыть на следующем видосе. Не знаю, как лучше. Наверное, лучше на следующем. Потому что следующий видос будет уже ближе к повышенному ивенту. И если там, например, мне упадет 3 дня премки, то это, получается, премка будет практически на весь дополнительный эффект. О, эффект говорю. Дополнительный ивент. Да. И эта премка будет уже очень полезна. Но будет грустно, например, если я сегодня открою, и мне премка упадет. А потом, получается, до ивентовых выходных у меня там останется всего лишь один день. Поэтому я думаю, что мы лучше не будем брать. Офигеть, какие звания наверх меня бросает. Ужас. Но мне надо поднять всего лишь сотик. И мне надо поднять звание. Про звание мы тоже не забываем. Мне осталось поднять 3500, даже чуть меньше. По сути, это небольшое количество, которое мы должны успевать за этот бой поднимать. Но когда наверх бросает, я бы не сказал, что это круто. Я бы не сказал, когда у меня тут в бою 5200, 5000 ГС, да? То есть, и вообще нету ни в одного ГС, который подошел бы к моему ГСу. Ну, я не знаю, какое здесь приравнение идет. И как это вообще дело работает. Но вы сами видите, то, что у меня самое маленькое количество ГС в моей команде. Это значит, что буду отхватывать очень много урона. Очень много урона. Ну, посмотрим. Посмотрим по итогу, с каким местом я закончу в таком бою. Ну, будет прикольно, если первое место взаимого вообще будет. Даже не то, что прикольно. Топово будет. Суперски. Так. Точку никто не хочет захватывать. Даже тиммейт тут, который старался ее взять. И почти у него получилось. Он взял, откатился зачем-то под конец. Не совсем я понял его. Мува. Так. А что, курсейдер в меня сведется, что ли? Не, ну, по идее, я же не должен сводиться. Ну, да. Нет, свелся. А как это он свелся? По идее, у меня там угла не хватает для его прострела. И они еще и точку забирают. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Это прям даже, я бы сказал, не то, что плохо. Это провал. Детатор раздает овердрайв. Ну, и меня начинают просто кошмарить. Было бы неплохо, конечно, вообще перепикивать такие бои. Здесь может быть досрочка. Это то, что нам надо. В ТДМ-ке я бы точно такой бой не играл с такими званиями. Здесь, с точки зрения того, что это режим, в котором, в котором, в котором можно быстро сделать досрочку, если там команда одна превосходит другую. Хотя, вот, наши тиммейты опять начинают захватывать. Короче, я не понимаю, что происходит в боях на этих мальках. Но, как есть, так есть. Пока ничего хорошего не получается. И сколько же шафтов играет. Это просто ужас. Да, я продолжаю играть с резистом от шафта. Ой, с резистом от страйкера. А шафтов, вы видите, наверх по званиям становится еще больше, чем на мальках. Офигеть, одни шафтоводы. Это ужас. Это просто ужас. Даже фриз не так больно дамажит, как дамажит шафт на ваншот. Так, у противника, у первого 170 очков. У меня 110. Давайте, у меня будет задача набить самое большое количество очков в бою за две стороны. Если у меня получится это сделать, то это будет очень хороший результат. Будет очень хороший результат, в котором, в котором я даже смогу, ну, как-то, как-то быть довольным даже. Наверное. Так, было бы неплохо сейчас на какой-нибудь овердрайв раздать. О, я понял. Я понял. До самого себя раздаю. С центра еще один забираю. Лохаречку-накидочку. Хорошую. Добавочку. Шикарно. Ну и ни одного тиммейта нету. Ни одного тиммейта нету рядом. Кому бы я мог раздать овердрайв? Вот видите, здесь ребята играют с тремя резами. С тремя резами. А я с одним. С красивым одним резистом. Прикольно. Классно. Топово. Может точку заберем все-таки? Я понял. Не заберем. Не заберем мы точку. Меня просто ваншотает. Просто ваншотает. И что бы я не... Что бы я не хотел сделать, я не смогу жить на точке. Если шаут будет с ддшкой заряженный, у меня не будет даже брони... Не, ну без брони вообще нет шанса выжить. С броней там есть хоть какой-то шанс выжить? Без брони шансов вообще нет. Еще и... И страйкер сводится. Офигеть. Как? Как у него хватает угла? У него не должно хватать угла? Как он сейчас дал эту сводку? Я ничего не понял. Я просто ничего не понял. И вот еще эти 15-минутные бои, когда ты проигрываешь катку, и ты должен играть еще 15 минут. Это вообще гобылия. Это фулл тилтовая начинается. Если честно. Ну ладно. Не отчаиваемся. На втором воронте играем уже против генерал-майоров. Хорошая тема. Хорошие бои. Что я могу сказать? Хороший матчмейкинг. Второй воронт нагибает генерал-майора. Как вам название? Топовое? Мне нравится. Мне нравится. Давайте пробовать. Пробовать сделать то, что я хочу сделать. Самое большое количество очков в закатку. Если у меня оно будет. Среди двух команд. Я думаю, что эти ребята ну должны, наверное, хоть немножко задумываться о том, как они играют, на чем они играют, почему так происходит. Почему какой-то малек на втором воронте может дать такое большое количество очков, киллов. Еще и мы выиграть можем катку. 1-1. Наши тиммейты сравняли. Это очень хороший результат. Шикарный даже, я бы сказал, результат. Пробуем выиграть. Вот этот капитан прокачанный, если честно. Неплохо. 410! 410? У моих тиммейтов 320? Против 295 у первого места. Офигеть. Может быть, Дик раздаст овер? Все-таки на бригадире он уже знает, что такое овердрайв. Он играет с автопушкой. Он знает, что такое овер? Он не знает, что такое овер. Я понял. Если я сейчас отъехал, и он соло прожмет этот овердрайв, это будет ну самый большой провал, который я видел на этих званиях. А, не, он на меня раздал. Нифига себе. Тогда ладно. Тогда он понимает, что делать. Тогда он явно разбирается в этой игре. Так, у нас есть шанс отличный на захват. У меня есть еще один овер, который было бы неплохо прожать до захвата. Ага, понял. Ланшот шафта. Младший лейтенант 3600 гс. 3600 гс у шафта, ему хватает урона, чтобы меня ланшотить. Прикольно? Супер. Вообще гениально. Вообще кайф. Еще один шафт. Блин, ну... Я начинаю, честно, честно скажу, я начинаю все больше и больше гореть от шафтов на этих аккаунтах, на этих званиях. И у меня лишь один вопрос. А если у меня будет резист, они меня также будут ланшотить? Или если у меня будет резист, меня уже не сможет ланшотнуть такой шафт? Ну, вот, например, у меня будет 15% реза. 20% реза будет. Окей, 20% реза от шафта. Сможет он меня ланшотнуть или нет? И вообще, ребят, давайте напишите в комментарии, пожалуйста. Покупаем рез от шафта? Вот прям сейчас. Может быть, прям сейчас. Прям сейчас. Даже без получения второго слота. Покупаем рез, может быть. Потому что, например, в таком бою, я думаю, что если бы у меня был резист от шафта, было бы лучше. У меня бы хотя бы была бы возможность не получить столь большое количество дамага. О, я вижу, против тоже играет тип на дистанционке. На каком звании играет? На майоре. Ничего себе. Майор с дистанционкой. Мое уважение. Человек знает. Кто-то в этой игре. Красавец. Здесь титан опять сводится. Дико есть овер. Дик, может, раздаст его? Сейчас посмотрим. Раздаст его навердайв. Шафт целится. Я вроде скрылся. Раздаст овер? Не, не раздаст. А может, сейчас раздаст? У него кулдан расходки? Или он считает? Не, он не считает нужным раздавать. Я понял. А если бы он раздал бы и еще бы захватил точек, да, то есть он сначала бы раздал бы овер, потом захватил точек. Ему бы дало бы 50%. И он, по сути, был бы все в той же ситуации хороший для себя. Ну, теперь раздаю я ему овер. Показываю, как это надо было сделать ему. Интересно, что он будет дальше делать. Дальше будет сейвить свою овердрайву на бригадире. Конечно, жесткая тема. Не, знаете, что меня радует? Меня радует то, что я на втором воронте играю против генералов, майоров, полковников. И я не чувствую никаких проблем на этом вооружении. У меня МК-3, МК-2 диктатор, МК-2 диктатор, МК-2 диктатор, МК-3 страйкер. И я не чувствую никаких проблем. Просто не чувствую. Да, меня ваншотает шафт. Да, это больно. Да, это неприятно. Но проблем нет. Проблем вообще нет. Абсолютно. Их просто нет. Я все так же могу уничтожать оппонента. Я могу раздавать четкие и грамотные оверы под своих тиммейтов. За счет этой расходки отыгрывать и брать первое место. Брать первое место по очкам за две тимы. За две тимы. То есть, не то, что у меня просто из моей команды первое место, а за две тимы. То есть, полностью в бою у меня большее, самое большое количество очков. Я считаю, что это отличнейший результат для второго воронта, который, который неделю назад создал АК только. Неделю назад он создал АК. Это не какой-то, знаете, там, супер-мега-аккаунт, как вы любите говорить. Типа, ты там купил себе вооружение старое, заходишь на пулкачаном АК и говоришь, какой ты жесткий нагибатор, как ты много очков набираешь. Вот вам нулячий АК. Нулячий, просто нулячий АК. Второй воронт-офицер. Против. Кого? Против. Капитанов, майоров, полковников и даже генерал-майора. Плохой результат? Я считаю, что это шикарнейший результат. Просто шикарнейший результат. И это ответ всем тем ребятам, которые раньше очень сильно любили меня похейтить за то, что я захожу со своего мульта какого-нибудь качаного флоу, играю против таких званий и при этом набиваю столько же очков, сколько я сейчас набил на втором воронте. Но уже не на втором воронте, а на третьем воронте, потому что мы получаем новое звание. Поздравь меня. Поздравь меня. Это уже третий воронт, ребяточки. Сразу добавляю еще один овердрайв. Не жалею. Сразу добавки. И стараемся еще уничтожить. 3.30 до конца. У нас есть отличная возможность сделать досрочку в этой катке. Если сделаем сейчас досрочку, будет вообще шикарный результат. Диктатор раздает мне овер. С критическим уроном я наношу 0 выстрелов. Пытаюсь сливать Вика Шафта, который прожимает овердрайв. Происходит лаксерва. И за счет этого он меня не смог уничтожить. Я забираю еще одну точку в соло. В соло точку просто. В соло забираю. 3 минуты до конца. И еще один у меня получается появляется овердрайв. Точка остается в той же позиции. Накидываем 1800 по смоке. И стараемся еще накинуть здесь. Сюда. 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 Там под стенкой был тип. Но почему-то урон не заходит. Скорее всего его уничтожили. Совсем скоро должен быть овердрайв на центре. И у нас идет последний захват точки. Снизу тип конечно ее придерживает. 1200 друзья. 1200. 1200. 1200. Золотой ящик, который может быть контейнер. Ищем его. Обязательно. Прямо сейчас. Быстро. Ищем. Ищем. Не вижу пока что. Не вижу. Вижу. Это 1000 Кри. Которая летит. Летит. Прямо на центре. И мы ее конечно же забираем. Конечно же. Здесь очень нужны кристаллы. Байерс из Коварц. Учила ник. Согласен. Чисто согласен. Так. 43. Я не знаю что такое Коварц. Если честно. Не знаю переводит это слово. Но наверное что-то плохое. А может это неплохое. Кто знает напишите. Мне будет интересно. Так. Ну и все. Вот и все. Вот и победа. С досрочкой. 13-минутная катка. 4000 опыта. 3500. 3500 крисов. 3500 для второго воронта. Для такой катки. Боже ты мой. Это что вообще? Это что вообще? Это что за бой? Это очень жесткий бой. Хотя по началу катки когда я только начал ее я думал о том что будет очень неприятно тяжело и ничего не получится сделать. Так. Все. Мы покупаем диктатор. Друзья. Наконец-таки мы берем новый дик. Мы берем дик. МК 3. Мы берем дик. МК 3. Совершилось чудо. Мне станет чуть-чуть полегче. Насколько станет больше хп? А. Всего лишь на 20 хп больше. А. Там не такая большая разница. Я уже думал мне там столько хп прибавится. Я думал что я вообще стану жестким очень. Так. Ну все. Мы на дикий МК 3. отправляемся в следующий бой. Мне надо ТДМ. Забираем сразу эту заданочку. Получаем 27 уровень челленджа. Командный бой. Что у меня здесь по заданкам? Здесь у меня все заданки выполнены. Я вчера недельный тоже все выполнил. Новые которые были. Командный бой. 80 тысяч урона. Это мне надо обязательно сейчас надо ТДМка которая должна быть на песке. Это должен быть песок. Это не должна быть никакая другая карта. Потому что мне нужно быстро закончить бой и успеть еще поставить 3 флага. Выполнить все заданки. Ну и ладно. Такой бой тоже пойдет. Хорошие звания. Отличные даже я бы сказал звания. 80 тысяч уронов. Единственная небольшая проблема. Это может быть много. Это может быть даже очень много. Но постараемся. Постараемся сейчас это сделать. Посмотрим. Даже если не сумею набить за этот бой. Пикну новый бой. И сделаю урон. И не буду играть бой до конца. Ну дабы мы успели. Дабы этот ролик не затянулся на очень-очень большое количество времени. Так 4 минуты до конца. Не, ну здесь время в принципе не играет никакой роли. Потому что здесь не по времени бой закончится. Здесь закончится бой по киллам. Есть овердрайв на центре. Есть ДДшка. Мы сейчас сразу начинаем вот с такой расходки. Едем, подбираем овер. Добиваем оппонента одного. И сейчас мне важно очень скрита хороший урон нанести. Если сейчас скритая хороший урон смогу нанести. Это будет супер. Прожимаем овер. Есть первый хороший выстрел. Блин, ну не получилось конечно дать все выстрелы хорошие. Человек играет кстати с дроном интересным. Это дрон, который фул расходку дает. С респа. Не помню как он назывался. Но когда-то было время, когда я играл тоже с этим дроном. И он себя очень неплохо показывал в матчмейкинге. Так, подбираем еще одну дроповую аптечку. Васпик, который прожимает бомбу. Но мы скорее всего уходим. Нет, не уходим. Так, 9 киллов. Мы сравниваемся по счету. Надеюсь, что мне хватит. Надеюсь, что мне хватит. Сейчас еще можно будет овер раздать. Практически уже накопился. По режиме главное не отлететь. Главное не отлететь от нее. Теперь прожимаем добавление. Хорошо. Блин, крит пропал. Буквально одного миллиметрика не хватило по хпшке. Так, и там в 0 урона тоже сунул. Так, ну где-то по ощущениям сейчас я набил 1030 наверное. 1030 урона. Плюс-минус. Мне надо набить... Мне надо набить 80. 80, но это не мало. Если честно. 80 это не мало, но мы уже выигрываем бой. Это не может не радовать. Заодно и посмотрим. Сколько я там дал по окончанию этого боя. Мне даже самому интересно. Прав ли я в своих цифрах? Или может я не прав? Может быть на самом деле я дал намного меньше урона. Чем мне кажется. И тогда мне придется полный бой играть. Еще один. Но очень не хотелось бы затягивать. Но посмотрим. Хотя вы меня сами просили. Что даже 40 минутный видос это нормальная тема для этого ака. Поэтому посмотрим сейчас. С осадой затянулось все. На осаде мы могли намного быстрее выполнить заданку. Но получилось как получилось. Зато получился очень крутой бой. Очень крутой бой получился. Очень насыщенный. Так. Смотрим сразу быстро резко. Сколько чего? Сколько чего у нас? Да. 30 тысяч. Хорошо. Ладно. Тогда придется сыграть полный боечек. Потому что 50 тысяч я не знаю. Как 50 тысяч можно набить быстрее. Ну 3 флага на штурме. Это быстро. 3 флага на штурме. Возможно это будет вообще там. Бой на 3 флага. И с выходом с боя. Ну то есть я не буду доигрывать его. Ну главная задача была поднять 3-го урента. Мы с ней справились. И даже как-то морально полегче стало. Потому что я думал, что на таких больших звонках. Ну типа там на бригадирах. Если я буду катать с МК-5 условным вооружением. Мне будет очень тяжело. Но вы видите, что. Мне. Ну даже на МК-3. Вообще в легкую. На МК-2 даже был мне диктат. В легкую все равно получилось. Все сделать. Ну вот даже сейчас. Я думал, что я запикаюсь конечно к малькам. Но видите куда меня пикает. Меня пикает в очередной раз наверх. По званиям. Наверх по званиям. По ГСу у них. Ну поприятней. Поприятней. 4 тысячи. 3200. Какое-то тут новое устройство с челленджа старого. Предыдущего. На Теслу есть. То есть. Ну такие уже ребяточки. Подкачанные. Посерьезней. Играют. Уже не такие. Какие-то младшие сержантики. Ой. Маленькие. Мастер сержантики. Не младший сержантчик. Мастер сержантики. Да. Уже посерьезнее ребятки. Но они все так же легко сливаются. Без особых проблем. Все так же их можно респить. И ни в чем себе не отказывать. Поэтому стараемся. Может быть мне сейчас команда поможет побыстрее завершить эту катку. Может быть. Это конечно не эксперт. Там закидывает 500 гсного типа. Это кто? Хар. 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 Не вижу Хара. На чем вообще он играет? А как у него может быть 500 гс. Когда у него 3 резиста? Тоже очень интересный вопрос. 3 резиста 500 гс. У типа. Я не видел его даже. На карте. Вот это кстати чел. Что-то понимает. А это дико страйкер еще. Дико страйкер. Он не качанный вообще? Он вообще не качанный этот дико страйкер. Я так понимаю. Не качанный дико страйкер. Ой. Вот это больно. Это я не ожидал. Такого прикола увидеть. Многовато урона сейчас влетело. 20 килов у нас всего лишь. Есть овердрайв. Раздам дику. Возможно в следующий раз он мне раздаст овер. Это будет по справедливости. Так. Ну посмотрим сколько я могу накинуть этому дику. Нифига он с расходкой. Прожимает так. Сильно. На серьезничах. Так. Первое место пока мое. Но катка обещает быть долго если честно. Обещает быть очень долгой. Очень-очень долгой. Юга. Давайте юга. Еще одно уничтожаем. Пробуем еще вот это уничтожить. И вот это вот. 30 килов у нас уже есть на команду. Диктатор раздает мне овер. Как я и думал. Что раздал я ему. И он раздаст мне. Это очень красивый жест с его стороны. Одобряю такие моменты. Даже не то что одобряю. Даже в каких-то моментах могу и поощрить его. Но сейчас у нас нет никаких подарков. Подарочков. Давайте наверное я пойду сыграю через него. Войлер свой. Сыграем через него. В надежде что в следующий раз он сыграет через меня. В очередной раз. Давайте. Да. Играем через него. Пробуем накинуть по харьку. Харек уходит в такой микросейв. Хочет. Реализовать свой овердрайв. Но. Даже не выезжая. Под открытую позицию. Уходит на рез. Тесла сейчас будет юзать овер наверное. Я сомничтожился. Плохо сделал для команды. Это уже второй раз когда я сомничтожаюсь. Только два килла. У нас. Хорошая кстати команда. Хорошая. Хорошая. Молодой уже. Противник. Пишет что его боятся. Смока с двух выстрелов меня сливает. Это как так. С двух выстрелов. Диктатор манка третий падает. Урона много. А пушка такая себе. Ой корпус такой себе да. КП много не держит. Еще и здесь он овердрайв прожал и опять меня уничтожил. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Окей. Хорошо. Хорошо. Играем в такую игру. Играем. Так. Пойду через диктатора сыграю. Он мне овер конечно не раздал. Предыдущий. Сыграю через него. Попробую забрать центральный. Я понял. Центральный уже забрали за меня. Отлично. Воспек не успел слить. Сыграл через аптеку. Отлично. Великолепно. Суперски. Так и пробуем сейчас. Вот этих вот переиграть двоих. Если этих двоих успеваю переиграть. То будет супер. Одного успею. Второго никак. Второй никак. Второй уже не открывается. 60 килов. 60 килов за 5 минут. По ощущениям я уже выполнил заданку. Но надо уже доигрывать конечно. Уже маловато осталось. Через щелку дал. Урон. Изида. Ой-ой-ой. Хорошая. Хорошая. Только вот заглупила немножко. Могла не получать такой дэмэдж. Большой. Огромнейший даже. Я бы сказал. Небольшой. Так. У меня есть овер. Закрылся. Овер на дико. Но у дико тоже есть овер. Мне надо кому-то его раздать. Овердрайв. Он его раздал. Он раздал его на себя. Но я отдам ему. Овердрайв. Мне все равно как бы. Как бы. Хотелось бы конечно еще. Критический урон нанести. За счет овердрайва. Но я понимаю что он играет очень жестко на тиму. На победку. Такие игроков надо всегда подсопорчивать немножко. Чтобы у него тоже было желание больше киллов дать. Больше сыграть. Ну и плюс там овер тоже хороший. Он разжимал. Под меня. Двадцать пять киллов до конца. Хороший результат. Скоро кстати уже будет у нас около троечки. Около троечки ГСа у нас уже будет. Овер на центре. Я за ним не успеваю. Викинг сразу прожмет. Но не хочет. Сразу не хочет. Прожимает по глупому если честно. Но мог его намного лучше прожать. Так. Пробуем уничтожить сразу оппонента. Одного. Второго. Второго. Карна третьего. И одного тиммейта рядом со мной. Немножко грустно. Рядом со мной тиммейтов нету. Здесь Викинг Кейт. Ну как то оно. Вот бригадир видите. Он бригадир. Он бригадир. Но он играет с приваренной башней. С приваркой. Просто с приваркой. Но он брик. Который должен был сыграть близко со мной. И я бы просто раздал бы овер ему. Он был бы фулл хпшный. Под овером. Жесткий. Вика Гаус. При том что я так понимаю. Что у него Вика Гаус еще в хорошей прокачке. А по итогу что мы увидели. Мы увидели чела с приваренной башней. Который сыграл взлажата. И не понял как ему реализовать свое вооружение. Прожал просто овер. В никуда. 95 килов. Заканчиваем почти как обычную матчмейкинговую катку. Дефолтную. 7 минутную. И это очень хорошо. Это очень хорошо. То что нам остается всего лишь. Всего лишь. 3. Всего лишь 3 флажка. И это штурм. Это штурм. И я думаю что. Если сейчас меня с первого раза не подпикивает. Я поставлю уже видос на паузу. Постараюсь запикать катку. И потом уже продолжить. Потому что штурм бывает. Ну очень. Очень долго находит нужный бой. Забрал кстати заданку. Там плюс контейнер. Который мы заберем после этого боя. А вот и нет. А вот и нет. Еще и звания какие шикарные. Так мы можем даже не 3 поставить. Мы можем выиграть эту катку. Потому что она будет очень быстрая. Она будет очень быстрая. Еще и запикивается чел. Который вчера с нами катал. Если я не ошибаюсь. Так. Первая доставка есть. Мне главное успеть здесь 3 доставки сделать. А то есть мы эти мейты будем сейчас так быстро тащить. Может еще бы и 3 доставки не успею сделать. Видите. Видите какие разные бои. Где-то уже расходка падает. А где-то еще падает. Падает замечательные. Замечательные кристаллики. Вот вам третий уоррент. Вот вам диапазон. В который вас может подбросить. Видите насколько он большой. Меня может бросить. К. Мастер Капралу. Даже Капралу. Ну не Капралу. Как это звание называется. Ну короче Мастер Капрал. Грубо говоря. Но это звание еще меньше чем Мастер Капрал. Я просто забыл как оно называется. Либо меня может забросить к Генерал Майору. Нормальный разброс? Хороший? Качественный? Ну очень большой если честно. Очень большой разброс. Такого вообще по идее разброса не должно быть. Это очень большой разброс. Так там тиммейт подобрал флаг и крутится с ним. Вести он его я так понимаю не собирается. Прикольные игроки. За такую катку кстати можно очень много опыта заработать. Если бы у меня бы например молодой поехал бы доставлять. А не кататься вокруг. Можно очень много заработать. Ну и здесь Хантер. С одной стороны хочется сыграть этот бой. Хочется сыграть. Посмотреть вообще сколько я могу в таком бою заработать. С другой стороны у нас уже видос идет. Дай бог каждому. Чтоб столько видосов шли. Короче если вдруг. Что? Напишите мне. Видос очень долгий. Стоянный блок. Но я не могу уже выйти с этого боя. Надо его сыграть. Надо его дать уже до конца. Надо его дать до конца. Потому что я вижу что. Оно того стоит. Оно того стоит. Здесь будет тяжело выиграть. Потому что у меня команда которая играет не на доставку флагов. Она не знаю что. Но при этом. При этом противник довольно слабый. И я могу наверное таки. Чел вместо того чтобы просто скинуть флаг. Он пошел в килл зону. Вы понимаете? Что он пошел в килл зону. Потому что он не знает как скинуть флаг. Вот вам и вся логика. Но он хотя бы. Хоть как то ну хотел чтобы я его доставил. Это тоже дорогого стоит. Ладно. За 3 минуты у меня 15 киллов. Но при этом мы уже проигрываем по счету. И это конечно не есть хорошо. То что мы проигрываем по счету. Нажмут соло овер. И не доставляю. Мой боже. Зачем я стрелял? Зачем я сейчас стрельнул в упоре? Ой-ой-ой. Как было глупо. С моей стороны. Какой был глупый мув. Когда я стрельнул в упоре. Ладно. Исправляемся. Доставку делаем. Ту которой бы вообще не должно было быть. Но мы уже летим. 30 на 38. Нас уже выигрывают. Но это вообще по идее очень хороший бой. Который можно было бы поднять. Хорошее количество кристаллов. Но она уже идет. Краточка не под нашу диктовку. Ставим мину. Пробуем доставлять. Доставляем. У меня появляется овер. Который нужно с респа прожать. У меня даже уже команды. Команды нет уже у меня. Все. Мою команду уже нагибают. Мою команду уже респят. Ее просто респят. И это очень печально. Когда так происходит в таких боях. Дабл мина стоит. Ой. Жалко. 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 Какой шикарный бой мог получиться. Какой же мог шикарный бой получиться. Подформил бы я бы тут. Очень много. Очень много. Но по итогу вы видите все сами. По итогу мне пора уже играть против генералов. Вот что я вам могу сказать. Пора играть против генералов. С генералами как-то интересней. И может даже с какой-то стороны проще. Они. Уже хоть что-то начинают понимать в этой игре. Уже делают какие-то правильные решения. Хорошие овердрайвы например раздают. И играют в режимах. На то. Что нужно. Да. То есть. Ну вот. Если бы это был бы штурм сейчас с генералами. Я бы уверен в том, что они бы тащили бы флаги. Они бы их тащили. А тут у меня. Ну что ребята. Они даже не понимают что делать им надо. Они что-то катаются. Что-то пытаются. Что-то туда-сюда. Но особо сильно толком-то и не понимают. Что им надо здесь. Сделать. Хорошего. Чтобы выиграть эту катку. Вот и вся разница. Вот и вся разница. Ну ладно. Уже докатаем. Сейчас приз какой-то получим. Уже осталось не так много. Нужно попробовать еще поставить здесь. Тяжело конечно. Но можно попробовать. Но уже бесшансово. Хотя начиналось все красиво. Начиналось все красивенько. Начиналось все как в петле. Получилось все. Как всегда. 22 кила. Давайте еще одну доставочку успею сделать. 190 очков у меня. Ой у моего тиммейта. 190. У меня чуть побольше. 700. Ай не тому я овер раздал. Думал это тиммейт. Думал это тиммейт. А это оказывается противник. Который стоит уже респит. Респит сразу. С ходу. С большой накидкой. Урона. С не совсем красивой даже накидкой урона. Но. Что поделаешь. И такие бои бывают в нашем матчмейкинге. Где получается. Ну. Ну я бы сказал наверное. Бесшансовая. 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 Ну и все. Давайте. Последний килл уже добивайте. 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 Хорошо. 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 Ну что друзья. Я могу сказать. Получился у нас очень долгий. Очень долгий видос. Самый долгий. Из всех серий. Но. Оно того стоило. Мы подняли новую звонку. Мы подняли. Выполнили все заданки. Подняли и по челленджу. И по крисам. И по прокачкам. Вообще. И сыграли еще супер катку на мостах. Вообще идеальную. Поэтому. Поддерживайте. Поддерживайте. Идос лайком. Не забывайте то. Что каждую десяточку лайкозавров. Вот по этому одному контейнеру. За каждую десяточку. Мы открываем. Подписывайтесь. На каналы у нас еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик. Да. Мы ничего не пропускаем. Ну а с вами был мистер Ванька. Всем друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok